ПЕСНЯ ПЕСНЯ Лев Троцкий был очень серьезным соперником в борьбе за власть. Надо сказать, что мы недооцениваем этого главным образом, потому что наше внимание в основном сосредоточено на 1925-1930 годах, когда Сталин, успешно кооперируясь с другими претендентами на власть в партии и государстве, успешно выбивал основы из-под Троцкого. Но если взять предыдущую пятилетку, то надо сказать, что героем октября был все-таки Троцкий, а не Сталин. На каждом столбе тогда висели портреты Льва Давидовича. А еще при жизни Ленина город Гатчина был переименован в Троцк. Но Сталин победил Троцкого с помощью партийного аппарата, который он сам же и создавал. Это очень важное было завоевание Сталина, хотя при этом он не гнушался самыми неприличными приемами, например, подслушиванием телефонных разговоров или прямым враньем, как, например, в те дни, когда партия прощалась с умершим Лениным. Сталин сообщил отдыхавшему на Кавказе Троцкому о том, что прощание с Лениным будет в понедельник, в то время, как оно уже прошло в субботу. И Троцкий не зафиксировал себя за гробом Ленина среди верных ленинцев. И эта лыка часто ставилась ему потом в строку. Но при всем при том, что происходило в 20-е годы, никаких надежд на Троцкого, конечно, у России не было и быть не могло. Троцкий также бы организовывал голодоморы и коллективизацию деревни, и репрессий при нем было бы не меньше, потому что Троцкий был гораздо более прыток и энергичен в деле истребления своего собственного народа. Поэтому партийная борьба 20-х годов не сулила России никакого света в конце туннеля. Все-таки в большевистском Новоязи ощутимо влияние Гоголя. Их настойчивый канцелярит способствовал расцвету и новых писателей, например, Михаила Зощенко или Даниила Хармса. Вот каким текстом завершался первый день работы 13-го съезда партии 23-го мая 1924-го года. Председательствующий Лев Борисович Каменев изрек. Товарищи, мы предлагаем сейчас съезду прекратить свои занятия и отправиться в полном составе в мавзолей Владимира Ильича. Нас ждет там парад юных пионеров. Точное указание насчет порядка нашего шествия даст нам товарищ Юнукидзе. Конечно, не всякий записной юморист так сформулирует. Парад юных пионеров в мавзолее. Потом выяснится, что пионерский парад пройдет все-таки на площади перед мавзолеем. 13-й съезд должен был стать пламенным манифестом борьбы за коллективные руководства в партии. Ведь скончавшийся в январе Ленин успел написать свое крайне путанное завещание, в котором нелестно отозвался обо всех без исключения претендентах на единоличную власть в партии. Естественно, что подвергнутые ленинскому осуждению товарищи должны были объединиться и продемонстрировать железную волю для выполнения другого ленинского завета о коллективном руководстве. Конечно, читая сегодня так называемое завещание, в котором у вождя большевиков не все в порядке и с русским языком, и с падежами этого языка, трудно понять, чего же добивался смертельно больной товарищ Ульянов Ленин. Ведь завещание только подбрасывало дров в то обострение борьбы его наследников за власть, которая и так сгущалась черными тучами над ожидавшей развязки партии. В нашей исторической мысли есть миф о том, что вот Ленин обозначил пять человек хороших большевиков и одного Сталина. Все наоборот с точностью, все с точностью до наоборот. В своем завещании Ленин обозначил именно Сталина своим духовным наследником, ибо Троцкий с нами, а не наш, Камень и Фазиновьев политически сомнительны, Пятаков и Бухарин, несмотря на то, что один выдающийся администратор, а другой любимец партии, также подозрительно. А Сталин политически для Ленина абсолютно свой. Он не подозрителен. И всего лишь групп временно его надо переместить на другую должность. А должность-то у него по тем временам генерального секретаря, должность-то чисто техническая, как она замышлялась. А великий политик, а Сталин, безусловно, со знаком минус или плюс, это каждый волен решать по-своему, был великим политиком, создает должности для себя. Он создает посты для себя. Наполеон стал первым консулом. До Наполеона не было первых консулов. До Сталина не было генеральных секретарей или первых секретарей. До Ельцина в России не было президентов. Великий политик темой отличается. Еще раз подчеркиваю, как бы ни относиться, он создает должности для себя. В последних предсмертных писаниях Ленин подверг яростной критике работу советского правительства. Тем самым Ильич фактически пролил немало воды на мельницу Сталина, ратуя за неусыпный партийный контроль над деятельностью правительства и советской власти. В этот драматический период Сталин легко находит союзников в борьбе против Троцкого. Троица большевиков Сталин, Зиновьев, Каменев легко преодолевает сопротивление троцкистов. Сталин самоотверженно защищает Зиновьева от нападок Троцкого. Нерушимый, казалось, триумвират завершает 13-й съезд убедительной победой над своим главным соперником. Надо заметить, что на всех партийных съездах Лев Давыдович не был столь убедительным, как на митингах гражданской войны. Пафос и напор, которыми славился Троцкий, на съездах были неуместны. А аргументами в борьбе за власть Троцкий не блистал. Сталин постоянно выдвигал против него и крупные, и мелкие обвинения. Троцкий постоянно в чем-то оправдывался, что-то неловко объяснял и тем самым растрачивал свой авторитет. Эрвин Хоффман, прекрасный американский исследователь, написал такую книгу, которая называется условно «Приюты», «Асайлумс». Но это, повторяю, больницы, тюрьмы, казармы. Дело в том, что отрезанный от какой-либо внешней поддержки человек неизбежно будет подчиняться тем разумным или неразумным требованиям, которые существуют внутри, и будет себя внутри этой системы, и будет научаться подчиняться в соответствии с рангом. Сталин был дерзким, хотя хорошо учился. Были случаи столкновения с преподавателями, но при этом он понял эту идею, при которой возникает вот эта самая лестница, которую он превратил в кровавый эскалатор, вот эта лестница чинов. Вот эти церковные чины были связаны с тем, что церковь представляла собой некий орден. И впоследствии он в своей записке начала 20-х годов так и писал, «Партия – это есть орден меченосцев, у которых есть свои как генералы, так и подчиненные». Вот это вот ощущение, что я, может быть, не столь сильный, может быть, не столь даже влиятельный или, скажем, по характеру обаятельный, поднимаясь от ступени к ступени, могу достичь власти, привело его к тому, что он получил вот эту самую модель орденского подавления, при которой должен был выковываться человек. Одной из самых любимых книг Сталина, читаемых часто, со множеством подчеркиваний, было эссе Никола Макеавелли «Государь». Автор «Раде величия государства» считал допустимыми любые средства, а политику и мораль понятиями несовместимыми. Вероятно, не было в истории всех времен и народа у Никола Макеавелли более прилежного ученика, сумевшего на практике воплотить принципы или отсутствие таковых своего учителя. Но Сталин, конечно, не был бы Сталиным, если бы не пошел дальше. Премудрый Иосиф из Гори интересы государства поставил все-таки на второе место. На первом же всегда у него стояла личная власть. Вот его конкурент Троцкий курирует в 1924 году строительство Днепрогесса. Сталин выступает против этой стройки, заявляя, что финансовых ресурсов на Днепрогесс не хватит. Затем Троцкий освобожден от всех постов партии. Теперь уже Сталин руководит строительством Днепрогесса и успешно доводит его до победного конца. Троцкий предлагает усилить большевистский нажим на российское крестьянство. Сталин категорически против. Инициатором похода против деревни должен быть только Сталин. Безусловно, Сталин был мастером власти. Его политическое чутье и искусство комбинаций, составления и разрушения блоков, союзов, в том числе блоков и союзов своих противников, не знало себе равных. Однако, все-таки, я еще раз хочу подчеркнуть, Сталин был лишь выражением коллективной воли номенклатуры большевистской партии. Давайте попытаемся вынести Сталина как человек и как политика за рамки этой номенклатуры. И что мы получим? Да, 20-е, 30-е годы дали Европе и миру целый ряд диктаторов, лидеров с авторитарными амбициями и даже тиранов. Но насколько Сталин проигрывает по своим личным качествам? Легко себе представить Гитлера, который идет с револьвером в первом ряду своих штурмовиков. Или Бенита Муссолини, итальянского дуча, который действует таким же образом во главе своих чернорубашечников. Можно себе представить генерала Франко, который храбро сражается на стороне своей национальной армии, водительствует ей во время Испанской гражданской войны. Причем обратите внимание, все эти три фигуры, которых я назвал, и Гитлер, и Муссолини, и Франко, они все пришли к власти через овладение волей масс. А не через овладение партийным аппаратом. Но Сталин без номенклатуры, без партийного аппарата теряется. Он несравним в данном случае ни с Гитлером, ни с Муссолини, ни с Франко. И поэтому главная политическая тайна Сталина заключалась именно в том, что в его руках оказался вот этот мощный партийный, военный, государственный и чекистский аппарат, который не имел себе равных. Через диктатуры в истории на разных этапах своего развития проходили почти все страны, особенно в периоды кризисов. Очевидно, есть в этом историческая необходимость и закономерность. Нравится нам это или не нравится, чтобы в периоды разрухи, шатаний в общественном строе, отступлений в экономике и нравственности, поражений в войнах к власти приходили Франко и Салазар, Пиночет и Стресснер, Киммерсен и Мао-Дзидум. Порядок и процветание в таком случае стоят не дороже, чем если бы в Испании бесконечно продолжалась гражданская война, а в Португалии ежемесячно менялись правительства, успевая передавать своим преемникам только приумноженные государственные долги. Сложный это вопрос, преемственность власти и развития. Ни в чем не обеляя Сталина, надо все-таки четко представлять, что когда он пришел к власти, 1917-й разрушительный год уже был. А если бы в 1924 году к власти единолично пришел Троцкий или Зиновьев вместо Сталина, представить себе это вполне можно. Крови было бы еще больше. Что же, привычно выбираем из двух-трех зол. Пожалуй, закономерность явления Сталина и сталинизма неоспорима. Разрушив императорскую Россию, пожертвовав православными основами государства, мы это заслужили. Все далее произошедшее укладывается в пророческую мысль Достоевского. Мечты о беспредельной свободе завершаются беспредельным деспотизмом. И, как всегда в истории, разговоры о свободе небывалой долятся миг, а деспотизм торжествует и правит дело свое многие десятилетия. Ведь если мы почитаем духовные наставления Игнатия Лайолы, основателя ордена иезуитов, то там мы услышим, увидим очень полезные наставления. Полезные для подавления. Например, там сказано, что абсолютное подчинение и умеренная святость лучше, чем абсолютная святость и умеренное подчинение. Поэтому понимание того, где нужно подчиняться, а где нужно подчинять, пронизывает всю деятельность Сталина. И его общий образ человека – это образ человека, который подчиняется или властвует. Вертикальные связи ему были в отношениях с людьми более понятны, чем связи горизонтальные. Дружбы, любви, приязни, взаимной заботы и так далее. Вертикальную власть он понимал значительно лучше. И поэтому он, вольно или невольно, вот эту грамматику монастыря переносил и впоследствии на государственную партийную жизнь. Один из советских военных лидеров, Михаил Васильевич Фрунзе, в сентябре 1925 года совершил поездку по Украине. В Донецке и Харькове его встречали столь бурными аплодисментами, что эхо этих приветствий долетело до Москвы и засело в ушах Сталина. Странным образом, после этого у Фрунзе дважды приключились автомобильные катастрофы, но летальных последствий для полководца они не имели. Между тем приближался 14-й съезд. В Ленинграде со всей грубой очевидностью формировалась оппозиция против генерального секретаря. Оппозиция Фрунзе выглядела сомнительной. Михаила Фрунзе против его желания подвергли операции, во время которой дали столь мощную дозу снотворного, что железный командарм гражданской войны не проснулся. Интересно, что операцию по ликвидации язвы у Фрунзе совершала та же медицинская бригада, у которой на столе буквально за день до начала предыдущего, 13-го съезда РКПБ, неожиданно умер большевик Виктор Нагин. Еще более интересно, что часть делегатов 13-го съезда полагала, что надо заменить Иосифа Сталина на посту генерального секретаря именно скоропостижно скончавшимся Виктором Нагиным. Ближайший сторонник Троцкого Ефраим Склянский находился осенью 1925 года в североамериканских Соединенных Штатах, где он таинственным образом утонул во время рыбной ловли и прогулки по безмятежной глади озера. Еще три голоса против Сталина накануне решающего 14-го съезда молодой тогда Лаврентий Берия взорвал в самолете над городом Тбилиси. Погибли чекист Могилевский, партийцы Мясников и Нариманов. Причем на съезде товарищ Рыков, открывая первое дневное заседание 18 декабря 1925 года, не признал их коллективной гибели. Мясникова он объявил умершим, а Нариманова и Могилевского погибшими. 14-й съезд Российской коммунистической партии большевиков открылся 18 декабря 1925 года. Минутой молчания делегаты съезда почтили память вышеперечисленных партийцев, но вопросов о том, почему они расстались с жизнью таким странным образом, буквально накануне съезда, никто из них не задавал. 14-й съезд партии – это, пожалуй, еще один крупный переворот в жизни партии и страны. В кулуарах съезда он назывался борьбой Давидовичей с Ивановичами. За Ивановичей выступали Сталин, Бухарин, Рыков, Томский. За Давидовичей играли Троцкий, Зиновьев каменем. В середине съезда страшный удар Ивановичем нанесла вдова Ленина Крупская, выступив на стороне Зиновьевской оппозиции. Уже находясь в нокдауне, Ивановичи выступили с фантастическим предложением о создании русской коммунистической партии. Но столь крайних средств не потребовалось. Сталин взял верх, оппозиция была разгромлена. В последний день декабря 1925 года вечером делегаты съезда вместе спели партийный гимн «Интернационал». Победители сталинцы и проигравшие зиновьевцы пели вместе, и это было последний раз. На дворе стоял уже 1926 год. Сталин любил хоронить старых большевиков. Кинохроника сохранила эти уникальные эпизоды биографии генерального секретаря. Нигде при пристальном рассмотрении он не выглядит ни скорбным, ни даже особенно огорченным. Это, видимо, было искренним увлечением лидера коммунистической партии. Он всегда лично провожал в последний путь почивших большевиков, словно это продлевало его жизнь. Иногда его участие в похоронных процессиях было странным. Непочину усопшего партийца урну с прахом могли бы пронести и другие. Но Сталин никогда не отказывал себе, может быть, в некотором удовольствии, лично засвидетельствовать, что еще одним пламенным революционерам стало на земле меньше. А его это приближало к единоличной власти, что было тайной целью Сталина, и в чем он видел единственно возможный путь к величию его государства. Вообще к смерти других он относился легко. Незадолго до своего ареста товарищ Постышев закричал, «Товарищ Сталин, я знаю, что вы хотите меня убить!» Сталин спокойно ответил, «Если знаешь, зачем визжишь?» Достаточно вспомнить Мавзолей. Это ведь явно, можно сказать так, коммунистически-религиозное архитектурное сооружение. И Сталин сам обосновывал необходимость Мавзолейна, а он стал его готовить еще до того, как Ленин умер. Уже идея обсуждалась. Он стал говорить, что в представлении народа сжигание является наказанием за грехи. Это отрицательная реакция на человека. А с другой стороны, поклонение сохранившемуся телу соответствует прошлым представлениям русского народа. Религиозность здесь отчетливо видна. Я уже не говорю о том, что когда Сталину в 1929 году исполнилось 50 лет и, естественно, его поздравили, то его ответ был примерно таков, что я не матери, а партии благодарен за то, что она родила меня по своему образу и подобию. В марте 1929 года Сталину принесли письмо из далекой Сибири. Из Турханского края писал его бывший охранник, жандарм, у которого Сталин был поднадзорным в дореволюционной ссылке. Дорогой товарищ Сталин, вы, конечно, помните меня. В ссылке я всячески помогал вам, доставал бумагу, отправлял ваши письма, старался помочь вам перенести тяготы суровой сибирской зимы. А далее престарелый бывший жандарм просил вождя помочь, освободить сына, который был арестован органами. Синим карандашом Сталин начертал следующую резолюцию. Очень хорошо помню. Халатно относился к своим обязанностям. Жестоко? Да. Но в строгой логике и уме этому резюме не откажешь. Потому что в Турханском крае сидел оппозиционер, личность антигосударственная. А сейчас в кремлевском кабинете сидит Сталин, государственный лидер и любой человек, спустя рукава, относящийся к своему долгу перед государством, заслуживает в его устах самого серьезного порицания и наказания. В очередной раз свое умение быть обаятельным товарищ Сталин, ну, помните, кстати, слова Ленина об одном чудесном Грузине, продемонстрировал 13 декабря 1931 года в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом. Писатель задавал откровенные вопросы и, как ему казалось, получал искренние, честные ответы. Я знаю, говорил генеральный секретарь, что меня считают чем угодно. Я считаю ниже своего достоинства разубеждать тех, кто меня считает жестоким царем или благородным разбойником. Подумают еще, что я ищу популярности. Жестокий царь или благородный разбойник. Сталин, конечно, не был ни тем, ни другим. Он был прежде всего Сталиным. А вот как он не искал популярности. Однажды на послевоенном банкете со своими сотрудниками, взяв на себя обязанности тамады и непрерывно произнося тосты, Сталин провозгласил «Выпьем за здоровье товарища Ленина». Товарищ Ленин уже 23 года как лежал в мавзолее. Соратники и подельники Сталина, не возражая, не морщась, испили из своих бокалов. Поистине, как заметил мудрец Владимир Шали, когда умирает патриарх лицемерия, это не праздник для справедливости, это еще одно унижение для бесправной свободы зрения, это еще одно торжество процветающей лжи над поруганной совестью, ибо это не похороны очередного лицемера, это венчание на царство преступной памяти, о великом заблуждении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова